Захочешь свою стим библиотеку, а быть может даже в магазин в поисках отличных хороших игр, которые смогут тебя зацепить на вечерок, быть может или хотя бы на пару часов. А вот сейчас ни реклама идет, ни проматывай. И ни хрена не находишь, потому что вот здесь уже стоят новиночки. Так вот, это топ специально для тебя. Тут собраны 5 охренительных стратегий, в которые ты, скорее всего, и не играл ни разу. Да, большинство из них купить сейчас будет проблематично, но ищущий найдет. Да. Ну вот как нашел этот топ, к примеру. На пятом месте серия игр «Затерянный мир» от немецких разработчиков стратегий. История сюжета этой серии строится на известной детской байке о том, что детей приносят аисты. И вот эти неотличающиеся большим умом птицы решили осваивать чужие миры. Собственно, отсюда и название. Alien Nations. Чужие нации. Всего их в мире игры три. Анты, дриады и эльфы. Представления разработчиков о каждой из наций весьма специфичны и отличаются от современных. Так, например, анты – это пузатые тараканы, любители сигар. Дриады – лесные жительницы, имеющие болезненную склонность к употреблению сладкого. Наверное, каждая девушка в душе немного дри... Эх, да что греха таить. Я и сам по этому признаку дриада. Еще одна нация – эльфы, любители горячительного шнапса. Видимо, по этой причине у них синяя кожа, кто знает. Выбираем расу и айда выстраивать производственные цепочки, как в каком-то сеттлерсе, к примеру. Жители поселения будут плодиться и размножаться, а с вас лишь указания по строительству. Прямой контроль над юнитами отсутствует, за исключением наемников. Знаете себе, строите дома, школы, мельницы, шнапсоварни, наконец. Если вы являетесь целевой аудиторией этого ролика, то обязательно ознакомьтесь с этой стратегией. Потрясающая сказочная атмосфера с легким и уместным юмором не оставит вас равнодушным, гарантирую. Четвертое место – пошаговая тактическая стратегия. Горький 17 в оригинале «Одиум». По сюжету, в секретном городе Горький 17 в одной из лабораторий происходит чрезвычайное происшествие. Распространяется вирус и превращает людей в чудовищ. Власти приняли решение покрыть город огнем и закрыть его от посторонних. И вот спустя 10 лет жители окрестных деревень начинают жаловаться на нападки каких-то непонятных монстров. Группа военных отправляется в город. На задании пропадает, и за ней отправляют вторую, которой ничего не сообщают об особенностях исследуемой местности. В оригинале игры группа состоит из трех профессионалов разных национальностей. Но русские локализаторы приняли решение сделать из них трех русскоговорящих солдат. Для чего были полностью переработаны персонажи и их диалоги. Добавлены смешные фразы, которые создали непередаваемую атмосферу, что и подкупает. Существует и третья версия, тоже русская. Горький 18. Мужская работа. Это все та же Горький 17, только с фирменным переводом от Гоблина, который полностью меняет и сюжет, и персонажей. Здесь вам и браток, и воры с кладбища, и напряженные отношения между российскими и натовскими солдатами. Иди проспись, военный пенсионер. Ты что, формы никогда не видел? Мы такие же американцы, как ты, папуас. Сам я ни одну из версий не осилил. Слишком хардкорные они были для моего детского мозга. Теперь вот мечтаю исправить ситуацию, и вам заодно советую приобщиться. Третье место. Как любитель темы крестного отца и итало-американской мафии, я просто не мог пройти мимо экономической стратегии Чикаго 1932. Дон Капоне. Игра создана по мотивам жизни знаменитого гангстера Аль Капоне. По мотивам жизни, конечно же, оказалась сильным преувеличением, но все же игра меня затянула. По сюжету вы Дон одной из семей и ведете ее господству в городе, получая деньги с крышуемых бизнесов и расширяя свою империю путем учреждения новых контор. Захват прачечной и открытие в подвале онной подпольного казино или борделя прилагается. Непримечательная графика и простая экономика, но как же она подкупила детский мозг, ставки с мотивами знаменитой трилогии крестного отца заставляют входить в игру снова и снова, чтобы тебя наконец признали главным доном в городе. В ходе игры нужно подминать под себя все окрестные магазины, киоски, казино и пабы, пока границы влияния вашей семьи не пересекаются с границами других семей и начинается настоящая гангстерская война. Эх, любимейшая тема. Второе место Warcraft 2 Да-да, вторая часть. Многие начинали с третьей, но для меня знакомство с Альянсом и Ордой произошло именно в Warcraft 2. Это вообще первая игра на ПК, в которую мне удалось поиграть. Крут, что она является стратегией. Релиз Warcraft 2 моментально подбросил Blizzard в стратосферу игровой индустрии. StarCraft, Warcraft 3, World of Warcraft, все эти мастодонты своим существованием обязаны ей. Я, пожалуй, не стану рассказывать подробности игровой механики и сюжета. Просто советую, не поленитесь, приобретите Warcraft 2 Tides of Darkness и поиграйте сами. Две компании за Альянс и Орду, соответственно, подарят вам огромное количество ностальгических вечеров, даже если вы не играли в нее раньше. Ностальгия будет по тем золотым временам зарождения великих вселенных. Кстати, за Альянс! Первое место. Итак, стратегия моего детства, в которую, скорее всего, мало кто поиграл. Игра, которую долгое время не мог пройти практически никто. Сообщалось даже, что только шесть человек сделали это. Сейчас вы сможете найти гайды и закончить игру бесовским способом, но тогда пройти кейст было невозможно. Ваш покорный слуга оселил лишь первую карту. Играем мы за вора, который попался на очередном задании. Его спасают от заключения и подбивают на пыльную работенку. Необходимо сколотить банду и начать грабить. Завязка проста. А вот геймплей разрывал задницы во всех направлениях. Дело в том, что на каждом уровне вы получаете четкую инструкцию о том, что нужно сделать. А дальше все зависит от вас. Кажется, свобода во всей красе. Но на деле, если вы ограбите аптеку раньше, чем закусочную, вы проиграли. Завербовали сначала бойца, а после пошли к домушнику? Проиграли. Опоздали на автобус? Проиграли. Добавляем к этому отсутствие сохранений на одном уровне, не самый легкий в освоении интерфейс. И получаем самую хардкорную стратегию моего детства, а возможно и всех времен. Первое место топа за зашкварную сложность, богатую вариативность и невероятно атмосферную картинку. Серьезно, спрайтовая графика топище. Предыдущий топ, посвященный лучшим стратегиям 2018 года, набрал 20 тысяч просмотров. И я связываю это с своей охрене... Ладно, ладно, я точно уверен, что это произошло благодаря Диме Купленову, который лайкнул ролик. Спасибо тебе, Дим, большое. Однако же я хочу с вами договориться. Давайте сделаем скидочку. Берем из этой формулы Дмитрия Купленова, оставим 10 тысяч просмотров и 500 лайков. Да, это та самая сумма, тот самый предел, который скажет мне Дима. Готовь новый топ. В общем, вы знаете, что делать, а я с вами прощаюсь. Пока! Рожка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь и ты узнаешь, что я далеко от тебя.